Женская дружба миф. Написала мне одна из моих подписчиц в инстаграме под фотографией, где я обнимаю мою Кристиночку и говорю о том, что мы самых пеленок вместе и много чего хорошего. Мне понравился этот комментарий, он такой кричащий, сразу у меня возникло очень много ответов, вопросов, и я подумала, почему бы не снять отдельное видео на эту тему, потому что очень часто я слышу очень много мифов вообще о дружбе между мужчиной и женщиной, или между мужчиной и мужчиной, или между женщиной и женщиной. И сегодня у нас тема об этом. Я, кстати, сегодня в таком немножечко домашнем прикиде, я пришла только после спа, такая вся расслабленная, с хорошим настроением, и решила, думаю, даже не буду делать какую-то прическу, что-то наворачивать. Вот кофточка, завернутые волосы мои, я на расслабоне, не накрашенная, поболтаю со своими девчонками, как если бы встретились мы вот так где-то в кафе, да посидели. Это мой естественный, на самом деле, вид, когда я вот такая, без всяких прикрас и украс. Мне кажется, это вообще самый лучший и любимый мой образ. Итак, комментарий под моим постом звучал так, что женская дружба это вообще миф, по ее мнению. Привет, кстати, этой девочке, если она смотрит это видео. Может, ей приятно даже будет, что внимание уделила. И подтверждает эти слова тем, что у людей расходятся мнения в какой-то момент, взгляды расходятся, ценности меняются, люди расходятся и как бы нет дружбы. Потом. Я на это ей ответила, что, во-первых, можно сказать об этом не только про женскую дружбу, можно сказать об этом про все дружбы, потому что в один момент люди встречаются, у них меняются взгляды, меняются ценности и они расходятся. Любые люди. То есть это не касаемо женщин. Сразу я такая думаю, что это женщины сразу. У мужчин то же самое бывает. В 15 лет дружат, в 20, на моих глазах сколько дружб проспалось. Ну и, соответственно, нужно вообще задаться вопросом, что такое дружба. Дружба, в принципе. Мне кажется, что не нужно даже усугубляться. Я не делю на самом деле мужская дружба или женская дружба. Вот мужчина-женщина, может быть, еще это какой-то отдельный виток. Но между одинаковыми полами дружба примерно одинаковая. Что такое вообще дружба? Иногда, знаете, как и в любви, люди говорят, вот типа подружили какое-то время, там 5-10 лет, и перестали дружить люди. И говорится, ну, значит, это была не дружба. То же самое часто бывает, говорят про любовь. Ну, значит, это была не любовь. Я на самом деле в корне с этим не согласна. Так как я приверженец такого взгляда, и вы можете сами в этом убедиться, если понаблюдаете вообще за вашей жизнью, за вашим миром, что все в жизни меняется, и нет ничего постоянного. И если оперировать на то, что дружба – это значит навсегда, и если в какой-то момент вы, ваши пути разошлись, и вы перестали дружить, то значит, это была не настоящая дружба, то, мне кажется, то тогда дружбы вообще не бывает. Ну, то тогда, да, можно сказать, что дружба – миф. А, ну, что ее вообще не бывает, в принципе. А что тогда дружба? Если говорить о дружбе, которая навсегда, то я думаю, что можно сказать об этой дружбе, что это была настоящая дружба, если мы говорим о вечной какой-то дружбе, да, которая не распадается никогда, то мы никогда в течение жизни, в настоящий момент не можем об этой дружбе сказать, что это она настоящая. Потому что через полгода, или год, или два, или три она может распасться, да, и она была не настоящая. Поэтому о такой дружбе, о которой сейчас мы говорим, о ней можно сказать, ну такая, которая навечно, настоящая, о ней можно сказать тогда только при смерти, ну то есть в конце жизни, вот конец жизни, если вы до сих пор дружите и ты вот умираешь, то это была настоящая дружба. Все, то есть вы в течение жизни, как бы, итог, да, можно сказать, что это была настоящая дружба Если вот так вот говорят, да, и про любовь, то же самое То есть если вы пронесли эту любовь всю жизнь, то только в конце жизни вы сможете точно сказать, что это была настоящая любовь Я приверженец того, что так как все не постоянно, все вот эти дружбы и вся эта любовь, это все временный эффект Он находится вот прям здесь и сейчас, здесь и сейчас, и вы дружите Я так отношусь ко всем своим друзьям Кстати, по поводу, и уверена, что друзья, может быть, даже и не знамо того, относятся точно так же ко всему этому Под постом я еще сказала, что удивительная такая вещь, что у меня друзья, вот я так обернулась, посмотрела Что все подруги мои, они сохранились именно с детства То есть вы, может быть, знаете, одна, одна только девочка, с которой я дружу, мы с ней дружим 12 лет Ну тоже срок, да Остальные как-то все вот поотсекались, кто именно не с детства дружили То есть у меня Кристина, с которой я дружу с пеленок, вы ее наверняка знаете Лена Блондинка, я с ней познакомилась, по-моему, чуть раньше, чем с Леной Черненькой Или, может быть, в одно время где-то То есть мне было лет 10 10 это третий класс Да, раньше, чем с Черненькой Леной Это Лена Блондинка, моя Ленусик Хэппи в Инстаграме Мы с ней познакомились, когда мне было 10 лет Она младше меня, по-моему, на 2-3 года, не помню точно И мы с ней с тех пор начали дружить и по сей день вот общаемся и дружим И Лена Темненькая, мы с ней познакомились, по-моему, в 5-м или в 7-м классе Меня, моя память, все время подводит И тоже по сей день дружим Могу сказать, что этих всех трех подруг объединяет то, что они очень добрые Может быть, поэтому я с ними дружу, вообще удивительно, да Потому что все подруги, которые появились позже Ну, потому что их были раз, два, три, я не считаю Любочку мою, с которой мы 12 лет дружим Потому что мы с ней уже намного позже познакомились, уже в более сознательном возрасте И это удивительно, что мы до сих пор дружим Потому что я заметила, что с возрастом очень сложно найти себе подругу Ну, не то, чтобы ты там ходишь, ищешь, а даже если просто вокруг тебя оказываются какие-то девушки, да И вы начинаете общаться, то как-то очень быстро заканчивается эта дружба Не знаю почему Предполагаю, что возможно, когда мы были маленькие, мы были такие, ну, как бы даже если были какие-то корысти, да То они были какие-то такие наивные и маленькие А чем старший человек становится, тем, не знаю, может быть, более корыстный какой-то он становится И уже нет вот той наивной дружбы, которая была в детстве Не знаю, если вы знаете, вот расскажите, какие у вас подруги с детства сохранились или нет И как вам приобретать новых подруг уже в более сознательной жизни Есть какие-то, с которыми вы прям дружите долго Хотя вот у меня были подруги, с которыми я познакомилась и в 20 лет, и в 25 И дружила там и 5 лет, и 7 лет, но в конце концов мы развалились Были подруги, с которыми дружила точно так же вот с училища там, да, 16 лет И точно так же там 10 лет, по-моему, нашей дружбы не прошло, как все развалилось А вот с теми, кто с самого детства был, мы продолжаем дружить И я считаю, что дружба это как раз-таки, это тот период, когда у тебя с другом, ну да, одинаковые взгляды, одинаковые ценности Даже, может быть, и это не обязательно, чтобы были одинаковые взгляды, одинаковые ценности Не знаю, вы должны просто друг друга уважать Должны определенные качества быть у твоего друга, который тебе нравится, который ты ценишь, с которыми тебе приятно находиться Ну, то есть доброта, отзывчивость У меня, например, с одной из подруг могут расходиться взгляды и даже могут немного расходиться ценности Но при этом я знаю, что человек очень добрый, отзывчивый, он всегда там в трудную минуту поможет тебе Ты ему полностью доверяешь, он никогда тебя не осудит, твой друг, никогда тебя не подставит То есть ты как сестра, да, то есть поможет всегда То есть ты этому человеку можешь доверять И вот это я могу назвать тогда своим другом Точно так же и я отношусь к другу, к своему Мне кажется, вот это дружба И если вдруг в какой-то момент что-то происходит и что-то расходится И людям уже некомфортно находиться вместе, то просто дружба закончилась Это не значит, что мы не дружили раньше Это значит, что просто пришло время, что-то поменялось, да, поменялись, может, какие-то цели, интересы Это тоже важно, потому что хорошо, когда ты общаешься с другом, у вас какие-то одни интересы, да, с одним другом у тебя одни интересы, с другим другие интересы Они могут быть разные, не пересекаться И как в любви, так и в дружбе я считаю, что это определенный период Если этот период очень длинный, то это замечательно Если этот период короткий, то что ж, так бывает Но я никогда, например, не могу сказать, что это была не дружба Не дружили, и я могла дружить в какой-то период А в какой-то период могла разглядеть человека и перестать с ним дружить Это не значит, что я с ним не дружила там какие-то два года, к примеру, да Или он со мной не дружил два года Я думаю, что это все вот так Я вот тут выписала специально для вас, чтобы сказать для меня, что такое дружба, да Друзья это, которые всегда рядом, хотя я это вот туда записала Но не всегда друзья могут быть рядом Например, я уезжала в другой город И могла очень редко поддерживать со своими друзьями связь Но тем не менее она оставалась То есть это не значит, что он непосредственно рядом здесь находится Это даже не значит, что ты с другом должна каждый день быть на телефоне Вот, это значит, что вы просто сохраняете связь и сохраняете уважение к друг другу Сохраняете какую-то любовь к друг другу И в любой момент, когда вы увидитесь, вам будет кайф Просто реально у людей могут быть свои заморочки, свои дела И может пройти месяц, может пройти два И вы такие поднимаете голову и думаете О, давно не созванивалась с Селеной, да Такое бывает И от этого дружба, мне кажется, не становится недружбой Поэтому всегда рядом, это, наверное, всегда рядом Вот, когда ты, допустим, звонишь человеку Вот, он берет трубку и разговаривает с тобой Либо перезванивает с тобой и разговаривает с тобой То есть он всегда рядом тогда, когда он тебе нужен Вот, правильно Всегда поддержит То есть тот человек, друг, который всегда поддержит Даже если ты не права, он сделает это аккуратно То есть он будет на твоей стороне Даже если ты не права, он тебе кому-то мягко, кому-то не мягко но будет как бы говорить, что делать, что он тебе советует, как он считает, но он навсегда на твоей стороне, то есть у него нет цели как-то сделать тебе плохо или еще что-то, цель у него одна, сделать тебе хорошо, то есть желать счастья человеку. И бывает, может человек не поддерживать в каких-то вещах, я имею в виду желание счастья человеку, он может не поддерживать, например, ты сделал что-то плохое и считаешь, что ты сделал что-то хорошее, молодец, то есть я считаю, что друг должен его как бы долг сказать, что ты вот здесь вот как-то не прав, тебе надо что-то попересмотреть, очень аккуратно пообщаться, поговорить, но при этом не отворачиваться и говорить все это с желанием лучшего своим человеком. Друзьями, мне кажется, одна из важных вещей это доверие друг к другу. Я могу сказать, что все мои подруги, четыре, это Кристина, две Лены и Любочка моя, я им полностью доверяю, то есть у меня нет от них секретов. Они полностью все про меня знают, и я могу доверить какие-то вещи, я знаю, что никто, ни у кого нет какого-то умысла, что-то про меня кому-то рассказать, для того, чтобы мне было плохо, то есть вот такая цель. Думаю, такую цель мои друзья не преследуют, поэтому я их вижу, я их чувствую, я им доверяю. Мне кажется, это одна из важных вещей. Друзьям нужно доверять. Хорошо, если они доверяют друг другу. Соответственно, между друзей не должно быть корысти, это бескорыстие. Я немножко представляю себе этот момент, как, знаете, ну, как сестра, да, как сестра, когда для сестры тебе ничего не жалко, тебе кайф подарить ей подарочек, тебе кайф провести с ней время, ты можешь ей помочь материально, когда у нее там сложности какие-то, да, то есть у тебя нет дружить ради чего-то, да, чтобы поиметь какую-то выгоду. Вот мне кажется, в настоящей дружбе этого быть не должно. А если вы дружите и думаете о том, что вот классная выгодная дружба, то, скорее всего, это какая-то дружба. Естественно, между друзьями, подругами, я имею в виду, да, присутствует некая любовь. И любовь это, мне кажется, порой даже круче, чем любовь между мужчиной и женщиной. Я не говорю о чувствах влюбленности, желания, страсти, да, я говорю о любви реально такой вот бескорыстной, без требований, без ожиданий каких-то, потому что порой от партнера мы своего, да, мы его любим, но мы ожидаем от него очень много, мы можем с ним грубо разговаривать и так далее, и так далее, но, например, у меня с моими подругами совершенно такого нет. То есть то, что можно позволить себе в отношениях со своим мужчиной, ты не можешь позволить себе в отношениях со своей подругой. Не знаю почему. Вот такая вот любовь. Вообще, конечно, по-хорошему, и с любимым человеком так должно быть, но заметьте, как правило, ваша подруга может оставаться с вами на протяжении долгого времени, когда вы уже поменяли одного, второго парня, у кого-то третьего, четвертого, десятого, а подруга остается одна. О чем это говорит? Это говорит о какой-то любви. Но вы меня понимаете. Обязательно уважение друг к другу, естественно, не одни отношения, хорошие, долгие, крепкие, не строятся без уважения. Я думаю, еще для того, чтобы трепетно относиться к своему другу, должен присутствовать страх его потерять. То есть если вы будете разговаривать с другом своим грубо, если вы не будете его поддерживать, если вы будете так, что он не сможет вам доверять, естественно, друг может от вас уйти, в один момент исчезнуть, и вы останетесь без дружбы. Поэтому мне кажется вообще, что в отношениях, что и в дружбе, боязнь потерять человека, она такой, знаете, такой ограничитель в каких-то моментах, чтобы не перебарщивать, не приходить какие-то грани, потому что у нас у всех бывают эмоции, мы всегда можем быть чем-то недовольным, что-то у нас может болеть, что-то не получается, кто-то может попасть нам под горячую руку, но вот именно этот страх потерять, он как контролер для нас, что в дружбе, что и в отношениях. Поэтому я думаю, что когда ты любишь человека и дорожишь им, у тебя должен быть страх его потерять. Не такой, конечно, страх, который там сводит с ума и так далее, просто он такой по умолчанию идет, такой внутренний. Просто из-за этого страха ты не хочешь потерять человека, ты не хочешь и не будешь делать больно своему другу. А если вдруг ты случайно сделал, то ты всеми силами бросаешься на то, чтобы решить этот вопрос, потому что можно закончиться все плачевно, и друг может уйти. Ну, взаимопомощь, это я уже говорила, да, как поддержание, взаимопомощь и все дела. Вот что такое дружба, на мой взгляд. Очень часто, на самом деле, мне приходят вопросы, девочки пишут по поводу подруг своих, по поводу отношений. Мне кажется, что это можно даже все в одну как-то кучу и смешать. Можно все это применить и к отношениям, потому что очень круто, когда твой любимый человек, он же и твой один из лучших друзей. Желательно, чтобы был он не единственный, потому что из-за этого могут быть проблемы. Мне кажется, должны быть друзья, подруги, обязательно. Я очень дорожу и ценю своих подруг. Хотела сказать, если кто будет ролик этот смотреть, большое спасибо, что вы у меня есть. Реально я заметила, что вас всех объединяет хорошие качества, которые я ценю в людях. И, кстати, девочки, которые с самого детства у меня, две Лены, Кристина, все вот уважают друг друга. Все про друг друга очень хорошо говорят. Все друг другу всегда передают привет. Не всегда нам удается вместе прям вот так вот встретиться, но я замечаю, что всегда, когда я разговариваю с кем-то, а с кем-то нахожусь, обязательно они друг другу передадут привет. Ну, то есть мне это нравится, атмосфера такая. То есть хорошее отношение к друг другу. Любочку единственное еще не все знают, не со всеми она знакома. Ну, вот с Кристиной они тоже общаются, и у них хорошее отношение вместе. Вот. Надеюсь, наша дружба продлится как можно дольше, потому что это на самом деле очень круто, иметь подруг. И я думаю, что если вдруг по каким-то причинам наши взгляды там и так далее, что-то разойдется, и мы перестанем общаться, то это будет потеря-потерь. Реально потеря-потерь. Потому что чем старше становишься, тем просто, мне кажется, невозможнее найти себе друзей. Я бывало встречала девочек, с которыми готова была дружить и общаться, но все эти девочки показывали... То есть две девочки меня предали, можно сказать, две мои подруги, которых я назвала подругами. Другие девочки, не ставшие даже подругами, разочаровали, показали свое лицо, показали свое высокомерие, и, может быть, и хотели дружить, но с таким отношением, конечно, ничего, наверное, не знают про дружбу в принципе. Поэтому я даже и не стала влазить туда. И на сегодняшний день, когда встречается на моем горизонте какой-либо человек, я, конечно, всегда открыта к дружбе, всегда открыта к общению, я очень люблю общаться. Но уже опыт такой, когда ты видишь, что у людей происходит какая-то корысть, что все не так гладко, как тебе кажется, и в один прекрасный момент это открывается, очень явно и очень неприятно, то уже не подпускаешь к себе людей так близко. Поэтому желаю, чтобы наша дружба с моими подругами длилась как можно дольше. И вам желаю беречь своих подруг, если вы еще молоды, еще нет подруги, желаю, чтобы она нашлась и прошла с вами как можно дольше. Все, мои хорошие, что касается подруг, если у вас по поводу этого есть какие-то взгляды, обязательно пишите под видео, расскажите, какая ваша лучшая подруга, одна или две, или больше, с какого возраста и как долго дружите, и что вы называете дружбой, что для вас дружба, и что может заставить вас перестать дружить с самим другом. Ну, а если понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз, а я с вами обращаюсь до следующего. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok